Начнем? Организатором моего визита и, в первую очередь, отсутствующему Антону Баранову. Может быть, будучи записанным на видео, моя благодарность его настигнет. Ну, в лаборатории в целом я хочу пожелать дальнейшего процветания. А если длительное процветание невозможно, то хотя бы, чтобы кончина не была слишком скоропостижной. Да, ну вот заглавие курса гладкие аналитические функции. Ну, заглавие так задумано, чтобы звучать слегка парадоксально. Ну, конечно, что такое аналитическая функция, все знают, конечно. И уж, конечно, все знают, что всякая аналитическая функция будет и гладкой в любом мыслимом смысле, там, где она аналитична. Но, тем не менее, это название приобретает смысл, если речь идет о функциях аналитических внутри области и гладких вплоть до ее границы. Ну, гладких в смысле, который подлежит уточнению. Ну, вот именно об этом пойдет речь. А областью будет круг всегда или почти всегда. Ну, вот я буду использовать стандартные обозначения такие. D – это единичный круг в комплексной пласкости. D – это его граница. M – это нормированная мера либега на границе, на окружности. D – это нормальная мера либега на границе, на окружности, на окружности, на окружности. Давайте вспомним, что бывает, когда гладкости нет. Ну, что-нибудь все-таки нужно потребовать от функций, чтобы была хорошая теория. Ну, и вот самые такие классические, расклассические пространства аналитических функций в круге, для которых есть хорошая, богатая теория. Это классы Харди. HP. Здесь P – это показатель. Значит, положительное число или, быть может, бесконечность. А пространство Харди, HP, состоит по определению из тех аналитических функций в круге, которые растут не слишком быстро возле границы. В таком смысле, вот если мы вычисляем LP нормы нашей функции по таким концентрическим окружностям, радиусом, всевозможных радиусов меньших единиц, то эти LP нормы, LP средние, по таким окружностям, должны быть ограничены одной общей константой. Равномерно ограничены. Ну, все-таки запишу это формальное определение. Ну, вот такое H будет обозначать пространство голоморфных функций в круге. HP состоит из тех голоморфных функций. Голоморфные – это то же самое, что аналитическое. И из тех, для которых выполнено это условие. Вот эти самые LP нормы равномерно ограничены. Ну, а когда P – бесконечность, речь идет о пространстве ограниченных аналитических функций, которые обозначаются H-бесконечность традиционно. Пространства Хардио-HP обладают интересной теорией. Вокруг них есть интересная наука. Благодаря тому, что эти пространства наделены помимо линейной структуры. Конечно, это линейное пространство. Функции можно складывать. Но еще они наделены и мультипликативной структурой. Функции можно, хочется сказать, перемножать по инерции. Но не столько перемножать, сколько раскладывать на множители. Там есть факторизация. Но и вот об этом пойдет речь. О факторизации, но только не в этих классах, в которых все понятно, а в других. Тем не менее, я напомню основные сведения об H-бесконечных функциях и о канонической факторизации. Этих функций. Я понимаю, что некоторым из присутствующих эти вещи хорошо известны. Можно, если только кратко. В принципе, классы хардит. Класс хардит, реализация, все фазовые факты, я думаю, тут знают. Как минимум, все, кроме одного человека. Но это будет и все. Ну вот, если есть все-таки сомнения. Я очень коротко, голубым напомню, что такое внешние и внутренние функции, что такое каноническая факторизация. Ну, надеюсь, что сведущие люди не успеют соскучиться. Хорошо. Ну вот, если... Давайте я скажу, что такое внешние функции. Ну вот, если на границе, на окружности, есть неотрицательная функция фи, скажем, лежащая в каком-нибудь LP, неотрицательная и с суммируемым логарифмом, с интегрируемым логарифмом, то можно построить вот такую специальную функцию, которую мы обозначим О со значком фи по такой формуле. О, наверное, она летит. Значит, это называется внешняя функция с модулем фи, ну или отвечающая порожденная функцией фи, с которой мы начинали. Она аналитична в круге и обладает тем специальным свойством, что ее граничные значения... Да, значит, при наших предположениях это будет функция класса Hp, если фи такая, как сказано, и она обладает тем замечательным свойством, что на границе ее предельные значения, которые, кстати, обязаны существовать почти всюду, как для всякой функции класса Hp. Почти всюду существуют некасательные пределы, это предельные значения. Так вот, ее модуль в этом смысле равен фи. Почти всюду на границе. Для почти всех. А внутри она, да, аналитична, но более того, лежит Hp, я уже сказал. И это легко проверяется, вот это последнее свойство, потому что если мы возьмем модуль, то это будет... Это будет E в степени вещественная часть этого дела, а когда вещественную часть нужно брать только здесь. И вещественная часть этого ядра, которое здесь фигурирует, есть ядро пуассона, получается интеграл пуассона. Ну, да, надеюсь, что... Да, ну вот, E в степени. Интеграл пуассона функции логарифм фи. То есть гармоническое продолжение этой функции в круг, вот в точке z. Ну, а хорошо известно, что интеграл пуассона функции zL1 имеет предельные значения, совпадающие вот с этой плотностью с функцией, которую мы продолжаем. Ну, вот отсюда и следует наше свойство. Хорошо, а еще есть внутренние функции. Внутренние называется функция класса H-бесконечность, чей модуль равен единице почти всюду на окружности. Значит, и внутренняя функция по определению тогда и только тогда, когда она ограничена и имеет модуль единица, почти всюду. Вот, теперь, если мы возьмем какую-нибудь функцию из H-P и поделим ее на ее внешнюю часть, на внешнюю функцию, отвечающую ее модулю, значит, если есть такая функция нетривиальная, то хорошо известно, что логарифм ее модуля интегрируем, лежит V-L1 на окружности. Это значит, ну, после того, как уже известно, что функция лежит в H-P, значит, V-L1 на границе. Это значит, что что интеграл от логарифма не может расходиться к минус бесконечности. Это теорема единственности по существу, которая говорит, что функция тут надо написать модуль F, которая говорит, что функция не может слишком сильно обращаться в 0 на границе. Вот. Ну, дальше это позволяет построить внешнюю функцию с модулем модуль F на границе. И если мы разделим F на такую внешнюю функцию, то мы получим внутреннюю функцию. Ну, грубо говоря, потому что у них модули одинаковые на границе. Значит, то отношение будет модуль единица. А получится внутренняя функция, и это приводит к канонической факторизации. Значит, любая функция F. Вот. Общий вид. Вот, кстати, можно стирать черную штуку, она уже не стирает. Вот этим валиком, да? Да. Ага. Спасибо. Общий вид функции из HP. функции F из HP. Он таков. Ну, давайте напишем здесь постоянный множитель такой. Собственно, можно его загнать в один из со множителей. Ну, пусть живет. Значит, для некоторой уни-модулярной постоянной лямбда общий вид функции из HP вот какой. Внешняя функция умножить на внутреннюю. Значит, такой, где лямбда, такая, как сказано, число с модулем единица, а и внутреннее. а о тем самым внешнее. О, конечно, от слова аута и от слова ина. Собственно, это вот теорема очень важная о канонической факторизации. Принадлежит она, по-видимому, рису и неванлине. Зачем нужна лямбда? Ну, может, и незачем. В таком виде незачем, а вот сейчас я сделаю добавление, после которого, может быть, она пригодится, эта лямбда. Нет, вы правы, можно пока обойтись и без нее. Какими дополнительными хорошими свойствами обладает внешняя функция? Ну, какими? Ну, пока никакими. Ну, что называть хорошими? Ну, она не имеет нулей, например, вот, давай, приемлема. Ну, если мы стартуем с какой-то функции, то ее внешняя часть, внешняя функция, отвечающая ее модулю, ну, на границе она имеет тот же модуль, а вообще она обладает таким экстремальным свойством, значит, внутри, если смотреть, если брать всевозможные функции из HPS тем же модулем на границе, что и наша, то внутри, вот, внешняя, в каждой точке Z внутри круга, соответствующая внешняя функция, вот эта, мажорирует по модулю их все. и она такая верхняя огибающая. Ну, ладно. Да, ну, вот, чтобы моя совесть совсем была чиста, давайте я еще напомню, что, как факторизуются внутренние функции. Вот как. Значит, каждая внутренняя функция раскладывается на такие два канонические сомножителя, где B это то, что называется произведение бляшки, некоторое бесконечное, вообще говоря, произведение, хотя может оказаться и конечным или вообще пустым. Кажется, ничего я не перепутал. Значит, вот такое бесконечное произведение, отвечающее нулям нашей внутренней функции i. Эти нули обозначены через а-н-е. Ну, вообще а-н-е может быть любой последовательностью в круге с таким вот свойством, называемым условием бляшки. произведение произведения эти называются произведениями бляшки. Произведение бляшки, построенное по нулям а-н-е. а-н-е. А последний множитель s есть внутренняя функция без нулей, и такая, про такие функции известно, что они порождаются вот таким каноническим образом сингулярными мерами на окружности. Значит, каждая внутренняя функция без нулей называется сингулярной. И и таков общий вид сингулярной внутренней функции, где мю некоторая мера, значит, ну, неотрицательная сингулярная мера на окружности. Ну, имеется в виду конечная баррелевская мера, а сингулярная, значит, сингулярная относительная мера Лебега. Живущая на множестве. Вот, Лебеговые меры нуль. Ну, замечательно. Ну, если вернуться сюда и подставить вместо и, значит, вот, вспомнить об этой внешне-внутренней факторизации и скомбинировать это с теоремой факторизации внутренних функций, ну, то получится вот что. Ну, ну, или вот здесь, ну, извините меня, если с этой лямбой я запутался. Ну, хорошо, давайте, поскольку определение внутренней функции было там, пусть лямбда не будет здесь, а лямбда будет здесь. Значит, где лямбда некоторое число с модулем единица. Ну, вот здесь, пожалуй, она уместна. Ну, если скомбинировать эти две факторизации, то получится вот что. Таков общий вид функции из HP. Эта терминология внутренней и внешней функции принадлежит Берлингу, вроде не видно особых причин, почему их нужно было назвать именно внутренней и внешней. Один коллега мне объяснял так, что Берлинг сам записывал эту факторизацию в виде вот не так, как я, наоборот. Сначала внутренний множитель, а потом внешний. Возможно, он и обозначал их иначе, но вот внутренний множитель, он стоит внутри, поэтому внутренняя функция, а внешняя вне, снаружи. Не знаю, правда ли это, единственное ли это объяснение, но, во всяком случае, терминал для него стоялось, является общепринятой. Ну и вот это страшно важные вещи по многим причинам. Ну, например, вот стандартный трюк такой, когда вы имеете дело с такими функциями, вы делите функцию на ее внутренний со множитель или просто на ее произведение бляшки и получаете функцию без нулей, но с тем же модулем на границе. Таким образом, она сохраняет кое-что от исходной функции, но не имеет нулей. После этого из нее можно извлекать корень, там, квадратный или какой-нибудь логарифм брать и так далее. Ну и другие есть причины, по которым эта факторизация важна. Хорошо. Да, ну вот существенным для нас наблюдением является то, что эти параметры значит, задать функцию f это то же самое, что задать вот фигурирующие здесь параметры. Ну, лямбда бог с ней, но, впрочем, и лямбда тоже. Но главное модуль функции на границе, нули внутри и вот сингулярную меру. Значит, внешний саммножитель отвечает за модуль функции на границе, произведение бляшки отвечает за нули функции внутри, а сингулярный множитель, ну и мера соответствующая отвечает за нечто не так хорошо выразимое словами, но вот оставшуюся информацию о функции он в себе несет. В некотором смысле можно считать, что сингулярный саммножитель отвечает за заграничные нули бесконечной кратности, за очень сильные ограниченные нули. Слишком буквально это понимать не надо. Хорошо. Да, ну вот тут полная эквивалентность. Каждая функция факторизуется таким образом и обратно задав эти самые параметры, ну вот функцию φ, такую, как сказано, из она удовлетворила условию бляшки и сингулярную меру, мы можем состряпать функцию по этой формуле, она попадет в hp, значит, и это есть полная параметризация. Теперь вот я перехожу, собственно, к предмету моего курса. Пусть теперь не hp, а какой-нибудь гладкий класс, ну вот пусть x какой-нибудь класс функций аналитических внутри, в круге и гладких в некотором смысле вплоть до границы. Да, пожалуй, я мог бы заметить, что большая часть современной теории функций возникла из попыток распространить hp-теорию, ну вот все это, на большие классы функций. Вот пространство Бергмана, наверняка многим знакомые, когда на функцию накладывается более слабое ограничение роста и разрешается расти более зверски. чем для hp-теори, но тогда многое теряется, у этих функций граничных значений нет, вообще говоря, и факторизации такой хорошей нет, но что-то все-таки есть, но и вот люди думали над тем, как обобщить или чем заменить вот эту каноническую факторизацию там для больших аналитических функций, а мы наоборот посмотрим на маленькие классы аналитических функций, но для начала можно подумать, например, про диска одлибру таким образом будет обозначаться класс аналитических функций, которые непрерывны вплоть до границы, диска одлибра называется C в смысле непрерывной и А в смысле аналитических функций ну даже для нее ну вот нельзя значит конечно функции из диска одлибры но не говоря уже о гладких если мы потребуем чего-то большего чем непрерывность то и подавно значит такие функции хороши попадают в любое HP ну ваш бесконечность а значит и куда угодно ну и к ним применима теорема факторизации но параметры эти самые мы не можем выбирать произвольно и в этом вся беда значит просто внутренняя функция более или менее общая если она только не есть конечное произведение бляшки то она очень разрывна в некоторых местах а именно там куда скапливаются нули вот предельные точки для последовательности нулей плюс носитель сингулярной меры мю это то что называется спектром внутренней функции это множество ее граничных особенностей возле этого множества внутренняя функция весьма разрывна она бешено так осциллирует ну и чтобы произведение вот внешняя функция на такую внутреннюю оказалось бы хотя бы непрерывным или гладким смотря чего попросим внешний множитель должен помогать он должен убивать особенности внутренней функции с надлежащей силой ну для дискалгебра например просто просто внешний множитель должен обращаться в нуль на на спектре на граничном спектре внутренней функции это необходимо и достаточно для разных глотальных классов для каждого по-своему обстоит дело но общий общая закономерность именно такова ну это явление знакомое каждому со школьной скамьи но если говорить не про аналитичность но просто там про функции на прямой на отрезке ну не знаю вот функция синус 1х она очень плохая вблизи вблизи нуля а если вот внутренние функции как-то так себя и ведут вблизи своих особенностей а а если ее умножить на х скажем то она уже станет непрерывной и даже как какую-то гладкость обретет а если на х в сотой степени то еще большую гладкость ну и вот если мы хотим добиться какой-то гладкости можно спрашивать на какую степень нужно умножить ну вот о чем-то подобном и тут пойдет речь но в таком более изощренном контексте с аналитичностью для произвольных более или менее функций хорошо раз уж я заикнулся про дескал давайте запишем этот факт который я сформулировал давайте я скажу следующее если функция f лежит ну например ваш бесконечность а и внутренняя функция и если f и лежит в дескал бибре то функция f обязана лежать там же и и и она должна обращаться в нуль на спектре внутренней функции и которые я обозначаю таким образом сигнал от и это это граничные особенности внутренней функции и или иначе говоря замыкание множества нулей его пересечения с границей плюс замкнутый носитель меры мю носитель предполагается замкнутым это это называется спектром внутренней функции и это наименьшее да наименьшее из тех замкнутых множеств на окружности таких что внутренняя функция продолжается через его дополнение наружу вот ну здесь каллибра и вот так несложно обстоит дело хотя ну вот тот факт что что можно делить на внутренний множитель и оставшийся множитель ну он может быть внешним или не обязательно и и оставшийся после деления множитель попадет в диск каллибру он нетривиален и принадлежит рудину да да собственно ну здесь я сформулировал в одну сторону наверное и и обратно да да нет ну а почему и обратно это же все может обращаться но это ограничено вовсе и обратно то есть это это теорема на самом деле которая описывает вот ну те те пары f и и которые вот можно такие что одно на другое можно умножить и произведение попадет в диск каллибру оно может быть не описывает модулей функции из диск каллибра но не будем отвлекаться хорошо но исторически пожалуй первый результат такого типа как как нас будет интересовать принадлежит карлисону и относится к пространству функций с конечным интегралом дирехли это это весьма замечательный класс давайте его обозначим буквой d от слова дирехли он состоит из тех галам функций для которых производная лежит в l2 по площади по площади а это а это нормированная плоская мера площадь ну вот это это величина называется интегралом дирехли функции f она служит нормой в этом пространстве но если там о константах не забыть по константам профакторизовать или потребовать чтобы функция обращалась в нуль в нуле тогда это будет норма настоящая но вот корень из этого дела насчет квадрат нормы это как раз интеграл дирехли но еще полезно в термин коэффициентов это величину выразить вот чему она равна где с шляпкой n-ый коэффициент n-ый коэффициент в разложении функции ну это упражнение на равенство парсивале проверить проверить тождество ну это очень интересное и полезное пространство но оно тем хорошо что конформно инвариантно ну более того эта величина имеет простой геометрический смысл это площадь вот интеграл дирехли функции f это площадь образа области на которую функция отображает круг если правда эту площадь считать вот с кратностью если функция одна листно это настоящая площадь а так площадь вот с учетом кратности ну хорошо ну и далее интеграл дирехли имеет отношение к минимальным поверхностям там это функционал который минимизирует энергию и так далее вот ну вот это типичный представитель такого гладкого аналитического пространства хотя гладкость довольно слабенькая здесь но сказать это это не так много такие функции не обязаны быть ни непрерывными вплоть до границы ни неограниченными но в некотором смысле они лучше чем чем функции из диска у длибра ну формально ни один из этих классов не содержится в другом есть разные дополнительные приятные свойства у функции с конечным интегралом дирехли как обстоит дело с факторизацией в этом классе вот есть формула Карлессона которая которая на все возникающие тут вопросы отвечает исчерпывающим образом на вопросы связанные с факторизацией в кальцедерехлия теорема которую доказал Карлессон в детстве ну чтобы не переврать я загляну в свою шпарбалку но у него это была одна формула она такая громоздкая 7 на 8 я ее лучше распилю на две части давайте я так скажу пусть теперь я внутреннюю функцию назову буквой тета так мне больше нравится пусть F функция ну априори класс H2 скажем а тета внутренние тогда но внутренняя и пусть и пусть вот это ее каноническая факторизация b на s тогда интеграл дирекле вот этого произведения F на тета равен такому же интегралу дирекле функции F плюс такое слагаемое б на дирекле б дирекле в и дирекл дирекле дирекле п дирекле б б дирекле дирекл Читаем на это нули нашей теты, а мю – соответствующая сингулярная мера на окружности. И вот верна такая формула. А кроме того, ну вот если F внешнее, ну хорошо, если… Ну пусть она называется F по-прежнему. Но предположим специально, что она внешняя. Тогда я интеграл дзерехле равен вот чему. Интеграл по Тору, вот такой двойной. Ахм. 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 Вот такое выражение забавное для интеграла дзерехле внешней функции. Ну а у Карлесона это была одна формула. Ну вот это… Ну обозначения, возможно, были другими, но вот эта функция F, она и предполагалась внешне. Значит, Карлесон говорит просто возьмем функцию класса D. Вот это наша функция. Ну, факторизуем канонически. Ну вот пусть F ее внешний со множитель, а то это внутренний. Ну и тогда вот если скомбинировать эти две формулы… Вот формулу нижнюю для интеграла дзерехле внешней функции собачить сюда, то получится одна большая формула, которая все говорит про класс дзерехле в терминах параметров, возникающих в канонической факторизации. Значит, что такое модуль нашей функции на границе? Вот что это такое. Ну это такие функции F, ну в общем, для которых выполнено все это, если вместо модуля F написать F. Значит, здесь все зависит только от модуля функции на границе. Вот такое заковыристое выражение возникает. Уж, конечно, не отрицательное. То, что стоит под знаком интеграла. Стало быть, и сам интеграл… Да, ну вот модули на границе описаны этой последней формулой, а взаимодействие двух сомножителей, внешнего и внутреннего, описано этой первой формулой. Смотрите, там сверху написано, что это загладивается, да? Ну да, это назло я так предположил. Ну, априори, кто знает, может быть… Ну, про это F мы можем думать, что это внешняя часть нашей функции. Ну или просто… Значит, функция какая-то, кто знает, может быть, после того, как мы ее умножим на внутреннее, произведение попадет в класс Дерихле, а сама она там лежать не обязана. Такая возможность априори допустима, но, значит, на самом деле обязана. На самом деле она сама там лежит. Вот из формулы номер один видно, что от умножения на Т это может стать только хуже. И это типичная ситуация. Че-то… Могут быть равняться до сконечности, да? Да, да, да. Могут равняться до сконечности. Но… Но если уж одна конечна, то конечна и другая. В частности, если наша функция, которая есть в произведении, лежит в пространстве Дерихле, то после деления на внутренний множитель… Ну, возникающая частная, тем более там лежит. Да. А может быть, у вас немножко опыт то, что в скобках написано в первой формуле, как очень… Да. …известно условия. Да. Это не случайно. Значит, то, что написано в скобках, это… Пожалуй, я его уничтожу для удобства. И заменю вот таким выражением, совпадающим с прежним, если присмотреться. Ну, значит, действительно, вот это громоздкое выражение, которое там было написано, его можно интерпретировать как модуль… Модуль… А, здесь стоит θ'… Модуль угловой производной функции θ. Ну, значит, вот эту производную нужно понимать в подходящем смысле. Ну, там, где θ аналитично, то есть, вне своего спектра, вне множества сигма, вот это… Там это настоящая производная, но и в некоторых других точках вот производный θ' можно придать смысл следующим образом. Ну, вот… Говорят, что… Это определение такое, что функция θ' обладает угловой производной… Ну… Которую мы обозначим привычным символом в точке z' граничной… В точке z' это… Если… Существуют пределы… Ну, угловые или радиальные… Достаточно этого потребовать… У самой функции… Ну, существует предел, который мы обозначим θ от z' имеющий модуль единица. Вот. С модулем единица. Э… 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 … И предел… Такой же радиальный предел производный. Э… Вот значение этого предела в таком случае и называется угловой производной. И тогда, если она существует, то вычисления показывают, что она совпадает с тем выражением, которое я недавно стер, которое фигурировало вот здесь. Ну, вот эта сумма по нулям. Плюс два интеграла. Ну, ладно. Не буду воспроизводить целиком. На это именно она. Так что первая формула вот так компактифицировалась. Ну, и вот давайте подумаем о ней и докажем ее. Выведем ее. А вторую не будем. Ну, то, что интеграл Дерехле внешней функции вот таким образом выражается через ее модуль, это, конечно, интересно и красиво, но это более или менее случайность. Ну, такой изолированный факт. А вот первая формула, которая описывает взаимодействие двух сомножителей, но она отражает некоторые закономерности. Хотя, пожалуй, сначала, наверное, долгие десятилетия формула Корлесона, эта самая, ну, вот комбинированная, выглядела вот таким изолированным фактом, относящимся к одному-единственному пространству Дерехле. Ну, и так можно было спросить, ну и что? Ну, а на самом деле, вот давайте выведем первую из этих формул. А выведем не так, как Корлесон, а другим, таким более современным, слегка операторным способом, который я изобрел некоторое время назад. Ну, кроме того, что я сам это придумал, мне этот метод нравится тем, что он указывает пути к обобщению. Ну, и вот будет видно, что все это применимо, рассуждение применимо не только к пространству Дерехле, но и ко многим другим, Гильбертовым, вот таким пространством аналитических функций. Но пока будем с Дерехле работать. Мне понадобятся разные сведения, ну, в общем, стандартные. Во-первых, я хочу напомнить, что такое операторы Гильберта Шмидта. Вот, напоминание. Но если есть два Гильбертовых пространства, H1 и H2, а, может быть, надо сказать, сепарабельных Гильбертовых пространства, ну, других не бывает, то, ну, будем говорить, что оператор Т, вот, принадлежит классу Гильберта Шмидта, как оператор, отсюда-сюда, ну, что-то есть оператор, действующий, из H1 в H2, и будем говорить, что он оператор Гильберта Шмидта, и писать так, если для какого-нибудь артонормального базиса в первом пространстве H1 сходится такой ряд. А нормы в пространстве H2. А для какого-нибудь, для некоторого ортонормального базиса ЕН-H1. Но это классический объект оператора Гильберта Шмидта. Применение равенства парсивали показывает, что, на самом деле, эта величина, ну, и, значит, само определение не зависит от выбора базиса. Если для какого-то базиса так будет, то и для всех. Но это не хитрое вычисление, основанное на равенстве парсивали. Ну, и тогда вот эта величина, ее будем обозначать квадратом нормы. Значит, она служит квадратом нормы. Вот нормы Гильберта Шмидта, нашего оператора Т. Ну, как оператора из H1, H2. Может, полезно сказать, что они компактные всегда. Они всегда компактные. Совершенно верно. Еще мне понадобятся операторы Ганкли. Ну, вот я постепенно перехожу к более специальным вещам. Хотя и это мы надеемся здесь знакомо, несомненно. Мне понадобятся операторы Ганкли. А главное тот факт, что если взять функцию с конечным интегралом Дерихле, то оператор Ганкли с таким символом, ну, или точнее, с символом f с чертой, где f наша функция, он будет оператором Гильберта Шмидта в H2, ну, или из H2 в сопряженное к нему антианалитическое H2. И более того, интеграл Дерихле совпадает с этой самой нормой Гильберта Шмидта, соответствующего оператора Ганкли. Вот доказательства предлагаемые будут основаны на этом. Сейчас я скажу все необходимое. Ну вот, введем такие стандартные обозначения. Значит, если есть функция f, ну, скажем, из L1 на окружности, ей отвечает ряд Фурье. Ряд Фурье. Ну, имеется в виду, что Z живет на окружности. Если вместо Z написать E в степени и T, то это ряд из экспонентов. Ряд Фурье обычный. Да, ну вот, рассмотрим теперь оператор P+, который, действуя на такую функцию f, превращает ее в такую вот аналитическую функцию. Отрубаем отрицательную часть ряда Фурье. Аp-f, это будет дополнительный проектор. Ну, если функция из L2, значит, в L2 это настоящие проекторы. Вот, P+, называется проектором риса. А может быть, и по минус тоже. Значит, это настоящие ортогональные проекторы из L2 в H2. И в H2, и вот, значит, по плюсу в H2, а по минус в его ортогональное дополнение, которое есть вот что такое. Это значит, функции из H2, которые обращаются в нуль в нуле. Ну, и вот комплексное сопряжение от них. Да, вот введем эти самые проекторы. И, наконец, операторы. Определим операторы. Телплица и Ганкеля. Ну вот, для функции, ну, пусть φ, но, скажем, априори, ну, пусть класс L2 на окружности, определим, вот, оператор Телплица с символом φ. Оператор, называемый такими словами и обозначаемый вот так. Значит, он по определению, действуя на функцию f, функция берется из H2. про H2 мы сейчас думаем как про пространство функций на окружности. Значит, отождествляя функцию с ее ограниченными значениями, H2 с подпространством L2. Ну вот, то, что здесь написано, это по определению P+, аналитическая проекция от произведения φ на F. А оператор Ганкеля, что-то это был оператор Телплица с символом φ, оператор Ганкеля с символом φ обозначается так и действует по такой же формуле, только по минусу там стоит. Это оператор Телплица, это Ганкеля. Ну, если функция φ вдобавок ограничена, то уж, конечно, эти операторы ограничены в H2, ну, точнее, оператор Телплица действует из H2 в себя, а Ганкель из H2 в H2 с чертой и с ноликом. Хорошо. Но, кстати, оператор Ганкеля может быть ограничен и без того, чтобы символ был ограничен. Хорошо, моя цель – доказать формулу Корлесона. И вот ключевое соображение. Состоит в следующем. Ну, вот лемма такая, скажем. Пусть φ, ну, функция приори из H2. Тогда оператор Ганкеля с символом φ с чертой. Пусть оператором Гильберта Шмидта из H2 в его ортогональное дополнение. В том и только том случае, если φ имеет конечный интеграл Дзерих Ле. И более того, соответствующие нормы равны. АПЛОДИСМЕНТЫ Соответствующие нормы равны. Ну, вот давайте это проверим. Ну, а дальше, для доказательства формулы Корлесона, вот будем вычислять интеграл Дзерих Ле таким образом. А норму Гильберта Шмидта вычислим, подобрав подходящий базис. Влаго, выбирать базис можно по своему усмотрению. Но просто, чтобы проверить это, ну, нужно взять, например, канонический базис Z в степени N в H2. Это орто-нормальный базис Z в H2. А для этого надо было сказать, что нормы одинаковые базисы не записаны. Ну, я сказал, хотя и не написал. Значит, вот базис можно выбирать, как хотите. Значит, эта величина не зависит от... Ну, а сейчас возьмем вот простейший базис, естественный, в H2. Ну, и заметим, что если мы нашим оператором Гантеля подействуем на... Ну, сначала на единицу, то мы получим... Значит, что это такое? P- от FI с чертой. Ну, вот если наша FI имеет разложение... Такое, то получится, видимо... Ставим над этим черту. Да, ну, и пропадает свободный член. Что-то... А, мы проектируем на пространство H2 с 0 с чертой, которое натянута на функции Z с чертой, Z с чертой в квадрате и так далее. Значит, остается все остальное. А если мы подействуем на Z, это будет... Значит... Z умножаем на FI с чертой, проектируем на антианалитические функции. Получается, если посмотреть, значит, все сдвинется слегка и получится... A2 с чертой на Z с чертой. Плюс это и так далее. Чуть теперь назад в квадрате умножаем. Вот что. Ну, а теперь мы вычисляем L2-норму в квадрате каждой из этих функций и складываем все это. Но вычисляем с помощью парсивали, конечно. Вы хотите сказать, что подобное пройдет в других? Да, что-то подобное. Такая структура просто звольная, что русская. Что-то подобное. Но не в точности это. А на метод работает и в других случаях. Ну, хорошо, а здесь ничего-то просто... Ну, вот наша норма Гильберта Шмидта. Это вот что. Ну, стало быть... Ну, вот квадрат L2-нормы первого слагаемого. Это значит модуль A1 в квадрате плюс модуля A2 в квадрате и так далее. L2-норма второго слагаемого при n равном единице. Это такая же сумма, начиная с двойки. Правда же. Ну, и так далее. Но если сгруппировать подходящим образом слагаемое, значит, A1 по модулю в квадрате встречается единожды, A2 дважды. И в итоге получается вот то самое. То есть интеграл директ L нашей функции φ. Ну, этим все и доказано. А это есть... Норма Гильберта Шмидта. В квадрате оператора Гантеля H с символом Фи с чертой. Отлично. Хорошо. А теперь мне понадобится еще такой объект под названием К-Тета. Это, опять же, некоторым здесь знакомый и любезный. Это по определению ортогональное дополнение H2. Вот такого подпространства Тета умножить на H2. Значит, здесь Тета – внутренняя функция. То, что я говорю, это дальнейшее приготовление к доказательству формулы Карлессона. Ну, вот такие подпространства мне понадобятся. Весьма популярные здесь, в Петербурге, и неспроста. Значит, Тета – внутренняя функция. Тета на H2 – это множество всевозможных произведений. Тета на функцию из H2. Это замкнутое подпространство в H2. Более того, таков общий вид инвариантного подпространства для оператора сдвига, который функцию умножает на Z, и тем самым сдвигает ее коэффициенты. Ну, а вот ортогональные дополнения таких инвариантных подпространств – это тоже хорошая вещь. Значит, это коэнвариантные подпространства оператора сдвига. Они же инвариантные для оператора обратного сдвига, который функцию сдвигает налево и отрезает то, что вылезает. То, что вылезает, куда не надо. Ну, хорошо. Ну, вот формальное определение такое. Ну, и равносильное определение было бы. Вот каким. Что-то я, может быть, ни в какой момент формально не сказал, что H2 основали коммитете функции из H2, которые в нуле равны нулю. Ну, это не было записано, по крайней мере. Ну, а черта – это комплексное сопряжение. Но это новое определение равносильно прежнему. Ну, и отсюда видно, что... Если дана функция G из H2, это... Таверна следующее. Сейчас все функции живут на окружности, конечно же. Ну, вот, то, что я написал, это прямое следствие определения. Ну, и более того, в этом случае это последняя функция Z с чертой, G с чертой θ, сама попадает в катета. Ну, и более того, вот, если для нее ввести такое специальное обозначение, ну, то отображение, которое G превращает в G с вовной. Ну, это такая антилинейная изометрия инволюции, можно сказать, в пространстве катета. Антилинейная изометрия, квадрат которой равен тождественному отображению. Из того, что функции Z и θ имеют модуль единица, легко это вывести. Значит, ну, вот это такая антилинейная, это отображение. Это факт, которым я хочу в дальнейшем воспользоваться, поэтому я его специально записываю. Это отображение есть антилинейная изометрия пространства катета на себя. КОНЕЦ КОНЕЦ Еще парочка фактов о пространствах типа катета. КОНЕЦ Акт номер один. Акт номер два. Мне понадобятся воспроизводящие ядра в этом пространстве. Значит, функция вот такая. Где Z фиксированная точка в круге. Является воспроизводящим ядром в пространстве катета. Это значит, есть... Воспроизводящее ядро в катета, отвечающее точке Z. Ну, то есть функционал вычисления значения функции в точке Z задается как скалярное произведение с этим ядром. То есть сама эта функция лежит в катета. И для любой F-SK тета. Ну, свертка, интегрирование... Вот. Against, сопротив этого ядра воспроизводит значение функции в точке Z. Ну, что для любой функции F из нашего пространства верная формула. Z – произвольная фиксированная точка в круге. Ну, опять-таки я осознаю, что некоторые со всем этим хорошо знакомы. Скорее всего, не все. Ну, то, что я говорю, это легко проверяется. Ну, вот возьмем такую функцию. То, что она лежит в катета, это значит, что она лежит в H2. И ортогонально функциям вида тета умножить на H2 на функцию из H2. Ну, это проверяется непосредственно. Ну, и это воспроизводящее свойство. Тоже легко проверить. Значит, мы смотрим на этот интеграл. Умножаем функцию F от Z на сопряженную, на комплексно сопряженную к этому ядру. Ну, и здесь вот первое слагаемое, когда мы интегрируем, умножаем на такое ядро и интегрируем. Вот это уже нам дает F от Z, значение функции в точке Z. Потому что это просто формула Каши, классическая, записанная таким образом. А оставшаяся слагаемая дает вклад 0. Потому что функция из катета, значит, она ортогональна функциям вида тета на что-то. А это второе слагаемое имеет вид тета на что-то из H2. Поэтому второе слагаемое исчезает, но вот формула и проверяется. И, наконец, вообще-то я боюсь, что начинаю злоупотреблять в нашем внимании. Ну, уж не хочется на полослое останавливаться. Нет, лучше все тут лавликом. Факт номер три. Если же N – ортогональный орто-нормальный базис в катета. А Z – точка в крови. Это такая вещь. Сумма квадратов... Сейчас... Нет, что я пришел. Это, пожалуй, будет в бесконечности. Я хочу сказать сумма квадратов модулей. Вычисляем каждую функцию в точке Z. Берем квадрат модулей и складываем. То это будет вот что. Доказательство – парсиваль. Тождество парсивали плюс воспроизводящее свойство. Ну, наверное, можно и так сказать с приживанием. Да, действительно, доказательство этой формулы. Ну, просто то, что написано слева. Ну, вот Gn от Z запишем по такой формуле. Значит, вместо F напишем Gn. Значит, получится вот скалярное произведение с ядром. Модуля этого в квадрате. Ну, а это коэффициент Fourier функции Kz. Если я раскладываю по базе с уже n, значит, получается квадрат нормы функции Kz, воспроизводящего ядра вот этого. Ну, а квадрат нормы – это вот что такое. А раз оно воспроизводящее ядро, то оно воспроизводит самого себя, в частности. Значит, это есть значение функции Kz в точке Z, а это есть то, что надо. Ну, и, наверное, последний факт номер четыре. Последнее приготовление к доказательству. Он получается из факта номер три переходом к пределу, когда Z. Если Z, мы его стремим к граничной точке Z, скажем. Давайте я скажу так. Так, если функция T обладает угловой производной авто 4 лет за это, то... «Заћ дъёма» «Заћ дъёма» ну а даже она и по-прежнему это нормальный базис в катета сохраним это то в такой точке ну вообще то есть теорема ахер на и кларка которая говорит что это автоматически это автоматически так будет но это некоторая теорема и не такая простая но вот вообще верно что если если это так если это обладает угловой производной в граничной точке то то все функции скота это имеют радиальные скажем ну и не касательные пределы в этой точке так что вроде все осмысленно и имеет место тождество которое получается из предыдущего предельным переходом ну вот вдоль радиуса устремляем за к этой граничной точке за это слева получается вот что справа ну вот если присмотреться то и будет модуль тета штрих ну вообще пожалуй это верно просто для всех точек дзета на окружности но если в тех точках где угловая производная отсутствует объявить эту величину плюс бесконечности а левая тогда будет и да хорошо но в какой-то момент нужно остановиться и наверное пора а вот мне жалко что я сегодня не успел доказать формулу карлисона но теперь уже после всех приготовлений осталось немного а просто значит осталось вычислить взять функцию из класса дюрихлей вычислить норму гильберта шмидта соответствующего оператора гантеля чей символ это сопряженная к нашей функции вычислить ее используя подходящий базис ну а базис мы возьмем один базис план таков мы пространство h2 разложим вот таким естественным образом и возьмем один ортогональный ортонормальный базис здесь другой здесь но и вот так будем действовать но и одно слагаемое нам даст один кусок формуле карлисона ладро интеграл дюрихле внешней части а другое слагаемое оставшийся член отвечающий за за убийство внешним сомножителем внутренних но все это в следующий раз это из-за автора